Всем привет! Побывала я в трех магазинах, набрала всякие-всякие мелочи и давайте-ка это все мы посмотрим. Ну, как обычно, шла за одним, набрала 30 пакетов. Шла вот за таким органайзером в ходе своей работы с маникюром. Обычно я отбираю кисточки, с которыми буду работать, и они у меня катаются по всему столу. Мне это ужасно неудобно, и я вот взяла такой органайзер специально для кисточек, чтобы мне их сюда складывать. Давайте посмотрим. Да, цена, кстати, 99 рублей, как и, в принципе, все органайзеры там. Ну, давайте какие-нибудь кисточки посмотрим. Ну, прекрасно все помещается. Вот тут дотсы, у меня тут масло для кутикулы. В общем, все, что хотите, тут влезет. Супер, суперский органайзер. Уже он у меня не первый, так что приглянитесь. Следующее, что я купила, это вот такая этажерка. Это тоже для маникюрных моих прибамбасиков. Хочу сюда составить всякие салфеточки, всякие жидкости. В общем, давайте сейчас я эту шлистелку беру, покажу, как выглядит. Блин, какая она классная. Не помещается она мне сюда. Я вам фотографию вставлю. Офигенная. Почему этот цвет? Ну, потому что, может, вы знаете, наверное, знаете, что белый пластик со временем все равно как-то желтеет. Я решила сразу такой желтоватенький взять. В общем, универсальность этой полочки в том, что можно купить их несколько штук. И просто сделать их, вот она, два этажа, можно еще одну купить, будет еще два этажа. В общем, очень классно. Такая штучка сюда, закрывашка, и она вроде как вот красивенько тут смотрится. Ну, классно вообще, супер. За 99 рублей такая миленькая полочка. Обязательно сложу сюда все свои жидкости и прочую ерундистику. Классная. Следующее, что я взяла, это вот такая миска. Ну, или, как правильно, салатник. В общем, у меня буквально вчера разломалась моя любимейшая миска, и я побежала за другой, потому что мне жизненно необходимо для салата и прочей-прочей. Вы посмотрите, как классно. Цвет клевый такой, вот он, нюдовый. Тут какие-то ложки. Честно говоря, ни разу не пользовалась такими, они вот сюда прикрепляются. Не знаю, удобно ими вообще накладывать или что. Такая я вот отсталая, наверное, от жизни. Но самый бонус того, что здесь крышка. Да сюда можно что угодно сложить. Закрыла, поставила в холодильник, и все классно. Не надо там палетку натягивать, пленку точнее пищевую. Вообще красота и цвет такой, вот не режет глаз, очень классный. Суперская. Почему-то раньше тоже не замечала я такую штуку. Надо же сладенький обновлять все-таки. И, конечно же, я, ну, решила заодно еще вот такой взять. Тоже тут два в одном. А что тот, что этот 77 рублей стоит. Знаете, что удивило? Что здесь написано, сделано в России. Я вообще не знала, что в России пластик делают. Ну, давайте сейчас все вытащим. Ну, классные салатники. Вообще ничего плохого не могу сказать. Тут даже какие-то узорчики сделаны. Ну, прикольно. В парочке так вообще прекрасно. Очень красиво. Под всякие нужности, овощи, фрукты и прочее. Для чего только вам надо. Ну, следующее у меня закончились губки для посуды. Да, их надо менять часто. И губки как губки. В принципе, беру не первый раз. Ну, не могла пройти мимо еды, конечно же. Чукопай, я ужасно сладкоежка. Не знаю, как спастись от этого. Это я себе взяла. Это я взяла мужу. Да, ему нравятся вот эти вот. Понравились, точнее, вот эти Oreo. И, кстати, вот 77 рублей за упаковку. Но в любом другом магазине это будет, конечно, дороже стоить. Поэтому почему бы и нет. Взяла вот такие малюсенькие чипсы по 12 рублей. Там с копейками они вышли. Я брала большую пачку. Мне понравилось. Ну, и решила попробовать просто с другими вкусами. Не знаю, как на вкус. Большая пачка, которая с перцем с солью. Они вот как на лез похожи. Ну, и набрала я тут, конечно, целую спайку вот такой водички. Это газированная минеральная вода. Фирма, может быть, кто видела, есть в полторашках, продается в магазинах. Нагустская называется. Мне очень нравится эта вода. Но цена 8 рублей за маленькую бутылочку. Тоже, как показалось для меня, смешной. Несмотря на то, что эта вода очень хорошая. Она действительно минеральная. И чувствуется, что не из крана вода. Постоянно я беру на прогулку куда-нибудь. Очень удобно. В Галамарте я целенаправленно шла покупать вот такие пайлики. Я их видела до этого. И вот мне закралась такая идея. Ко мне приходят девчонки делать ногти. И чтобы мне не выбрасывать пилочки, еще какие-то материалы, я вот решила закона каждого завести отдельный пайлик. Стоит такой 15 рублей. Здесь, смотрите, удобно можно имя написать, вставить. Такой многоразовый пайлик. В общем, ну, прикольно. И сейчас давайте попробую пилочку засунуть. У меня такие длинные есть. Вот так прекрасно входит. Вот бафик, например. И прекрасно застегивается. Размеры 17 на 23. Ну, что еще сказать. Я думаю, вещь удобная. Так что, кто не знает, куда складывать, вот такая идея посетила меня. Всегда в Галамарте беру вот такие салфетки. Стоят они 8 рублей. Прекрасные салфетки. Очень удобные. Я их раскладываю по всем своим сумкам. Может быть, кто-то не знает эти салфетки. Ну, в общем, классные. У меня в каждом рюкзаке, в каждой сумке они есть. Взяла я очередные трубочки для напитков. Прошлые трубочки по качеству были так себе. А вот эти, они как-то поплотнее и подлиннее. В общем, кому нужны трубочки, советую вот эти именно. Не те, которые с полосочками, а именно вот эти. Здесь их 20 штук. Цена у них 49 рублей. Ну, и чисто случайно я наткнулась на вот такую маску. Я думаю, вы понимаете, для чего это. Я ее еще не вскрывала. Сейчас я вытащу. Полумаска фильтрующая. Служит для защиты органов дыхания от пыли, туманов и прочего. Применяется в строительстве, машинстроении, сельском хозяйстве, пищевой отрасли. Ну, в общем, и так далее. Но я ее решила применять для снятия гель-лака. Ну, потому что, кто снимает гель-лак аппаратом и у кого еще нет вытяжки, как, например, у меня, все летит, конечно, в нос. Глаза и везде, и всюду. И этот запах ужасный. И дышать этим не хочется. Ну, маска, как маска, что сказать. Очень любопытно. Ну, я думаю, лучше, чем без нее. Одену, посмотрю, попробую. Не знаю, для чего вот эта штучка. Неужели через нее вот как-то воздух проходит. Любопытно прям таки. Ну, через нее можно дышать. Прекрасно. Я вот одела сейчас, попробую. Так что, кому надо, берите. Ну, в общем, цена у этой маски 50 рублей. Так, следующее, что взяла. Это вот такие, ну, одноразовые спонжики. Аппликаторы написаны. Здесь их 25 штук. Боже, вытащить было просто вот отсюда. Вот это нереально. Все рассыпалось. Вот собрала. В общем, 25 штук за 79 рублей. Это, ну, по моему мнению, это дешево. Потому что на Алиэкспресс такие 10 штук. Продаются и за 40 рублей, и за 50, и за 60 где-то есть. В общем, а тут за 79, аж целых 25. Получается, конечно, выгоднее и дешевле. Это я брала для того, чтобы всякие втирки втирать, блестки и прочее. Такие они прикольные, разноцветные. Спонжики, как спонжики. Прикольно. Я вообще довольна вот этой покупкой. Я как бы не ожидала. И еще, вот, кстати, в Галамарте там я искала баночки. Ну, для того, чтобы какие-то сыпучие материалы пересыпать. Ну, как-то показалось мне, ну, вот эти маленькие баночки. 25 рублей за одну штучку. Вроде как. Ну, мне кажется, это дороговато. Вот, и вот, что еще интересного я взяла. Это такой многоразовый лед. Это он так называется. Стоит он 59 рублей. Здесь 15 штук. В общем, кто не знает, что это такое. Это вот такие штучки, дольки. В них, ну, соответственно, вода замораживается. Это все дело. Достается из морозилки. И бросайте в напитки, в колу, там, кто что пьет. И оно должно, как бы, охлаждать. Вот. Муж у меня пробовал это дело делать. Ну, прямо вот охлаждать не охлаждает. А просто напиток, как бы, ну, не теплый, что ли. Вот, в общем, замораживаем. Вот они замороженные. Он уже подтаявший немного. Это вместо того, чтобы просто лед класть в стакан. Но лед, он же тает. И получается, как разбавляется водой. А это просто кинул и заморозил дальше. Пользуешься. Так. И купил я вот такой набор дисков. Какие-то новые появились в светофоре. Раньше там была Аура. Сейчас это какая-то Лури. Не знаю, есть ли разница. Те мне диски нравились. Ой, да это, это, в принципе, то же самое, да. 25 рублей, 120 штук. Я ими обильно пользуюсь. Они у меня в ходу. Поэтому я их сразу по две пачки обычно беру. В общем, хорошие диски. Такие же, как и прошлые я брала. Появились вот такие новые нитриловые перчатки. Я обычно брала в другой упаковке. Не знаю, есть ли разница у этих. Но эти стоят дешевле. 29,50. По крайней мере, у нас в магазинах. А те прошлые я за 35 рублей брала. Сейчас посмотрим. Мне кажется, это... Это как-то по-другому выглядит. Давайте сравним. Так, вот эти я брала за 35 рублей. А вот эти подешевле. Сейчас скажу, разница есть или нет. Да, разница есть. Вот эти, которые подороже, они тоньше. Может быть, даже видно. Они более просвечивают. А вот эти получше будут. Да, классные. Кому надо, берите. Кто работает ручками. Это даже более прилегает к ручке, чем вот эти. Ну и, конечно же, в светофоре всегда охота просто вот на это кофе. Кофе Якобс Монархов. Я думаю, все его прекрасно знают. Он продается в магазине. Около 300 рублей или где-то так. Здесь 150 грамм. Это не подделка. Это настоящий кофе Якобс. Стоит она 161 рубль. У нас вот завезли их сейчас. И я сразу набрала целую гору. Потому что это очень дешево. Так что, имейте в виду, оно быстро заканчивается. Так что, кофе действительно не подделка, а настоящий. Вот такие были у меня покупочки. Кому было полезно, ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить дальнейшие мои видео. И всем пока-пока!